МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Добрый вечер! Гомель» на телеканале Беларусь-4. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Александр Гамоле и Светлана Князева. Лето, жара, отдых, развлечения. Как интересно провести досуг, оздоровиться и запастись огромным количеством ярких впечатлений. Когда на дворе царят жаркие летние дни, этот вопрос волнует практически каждого гомельчанина и жителя областного центра. Если на улице температура плюс 25 и выше, то спастись от жары и палящего солнца можно лишь в помещениях с кондиционером или на берегу водоемов, где всегда есть прохладный ветерок. Кстати, для многих отдыхающих пляж не единственное место, где можно обрести загар и гармонию с природой. В последнее время люди любят отдыхать на воде, используя при этом лодки и гидроциклы. На водоемах маломерных судов становится все больше, а проблемы безопасности все актуальнее. О том, как сделать отдых безопасным, как правильно использовать маломерные суда и где можно кататься на гидроциклах, а где нет, нам расскажут наши гости. С удовольствием представляем начальника Государственной инспекции по маломерным судам Гомельской области Владимира Светличного и инспектора по маломерным судам Василия Губкина. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер. Большое вам спасибо, что вы откликнулись на наше предложение, потому что тема использования маломерных судов в последнее время становится все более актуальной, так как увеличивается количество регистрируемого водного транспорта. Скажите, как в связи с этой ситуацией сегодня обстоят дела на воде? Какая обстановка? Ну, обстановка, я скажу, на воде у нас контролируемая. Несмотря на то, что прирост идет регистрации маломерных судов, у нас с каждым кварталом, мы поквартально подводим итоги, отчет готовим. Но, тем не менее, есть у нас и трагические случаи на водоемах, когда граждане погибают именно при нарушении правил эксплуатации маломерных судов. Ну, насколько мне известно, чтобы выйти на воду, нужно подготовить ряд необходимых документов. С этого все начинается, с обучения, с оформления, с регистрации. Расскажите о процессе регистрации и о том, что такие правила нужно соблюдать. Ну, наверное, прежде всего необходимо напомнить гражданам, которые хотели бы стать судовладельцем, о том, что приобретя маломерное судно в магазине или у кого-то с рук бывшего употребления купили, необходимо зарегистрировать ее в органах Государственной инспекции по маломерным судам. На это отводится, согласно закона, 30 суток. То есть гражданин представляет документы, правоустанавливающие, если это с магазина паспорт, если это, значит, у кого-то бывшего употребления судовой билет, договор купли-продажи, оплачивает процедуру государственной регистрации в соответствии с тарифами и становится законным судовладельцем. Далее процесс прошел прохождение технического освидетельствования маломерного судна в сроки, которые установлены законом. И если он желает быть судоводителем моторного маломерного судна с мотором свыше 5 лошадиных сил, соответственно, он должен пройти обучение правилам управления моторным маломерным судном с мощностью свыше 5 лошадиных сил. А где можно пройти такое обучение? Обучение пройти можно у нас в Государственной инспекции. Мы практически каждые полтора месяца формируем группы желающих граждан, проводим занятия в течение полутора месяцев. Занятия проводятся обычно в вечернее время, чтобы удобно было, люди, потому что работают все. И по окончанию занятий проводим экзамен, принимаем теоретически и практически, и, соответственно, выдаем потом удостоверение на право управления. Сколько времени проводится занятие? Курс сколько длится? Ну, занятия проводятся в течение 95 учебных часов, а уже в неделю по занятиям, уже группа там определяет, в начале занятия определяется, или 3 дня в неделю это будет, или 2 дня в неделю, все зависит от желания обучающихся. Много учащихся в таких группах? Ну, мы формируем группы не менее 15 человек и не более 25. Ну, в среднем набегает где-то 20-22. Это каждый год? Каждый сезон? Это каждые полтора месяца. Каждые полтора месяца. То есть, да, я как раз таки хотела узнать, даже не сколько человек в группу, а вообще, насколько это востребовано? Много ли идут люди учиться? Ну, я хочу сказать, что в связи с тем, что ужесточилась сейчас административная ответственность за нарушение правил пользования маломерными судами, и, соответственно, мы усилили контроль этот на водоемах, и граждане понимают, что это очень серьезно бьет по карману, и поэтому идут на обучение. Кто хочет экстремально и с удовольствием провести лето на водоемах, те, конечно, не хотят рисковать и дотучаться. Ну, правильно, дело. Совершенно верно. Дело в том, что мы же преподносим такие минимальные правила пользования маломерным судном, что без них на воду просто нельзя выйти, а тем более сейчас вы прекрасно понимаете, техника такая, что эти гидроциклы, которые, наверное, меньше... Руно с места. ...ста лошадей, лошадиных сил не бывает их, а там и больше. Поэтому, если не имеешь практических навыков и теоретических знаний по управлению этим маломерным судном на реке, это чревато серьезными последствиями. В этом году с отменой запрета на ловлю рыбы на водоемах появилось очень много плавсредств. И это заметили не только работники инспекции по маломерным судам, но вместе с ними в совместный рейд отправились и наши корреспонденты. У нас есть об этом сюжет. Как всегда, очередь из судовладельцев в госинспекции по маломерным судам наблюдается только ближе к лету, когда снимается запрет на рыбную ловлю и начинается купальный сезон. Одни проходят техосмотр, другие регистрируют лодки с мотором. Но из-за огромного количества людей оформление документов – небыстрое занятие. Весной и летом на это уходит вдвое больше времени, нежели зимой. Вчера, допустим, к примеру, 70 человек только мы оформили в течение дня. 70 техосмотров. Это очень много. Чтобы инспектор не имел к владельцу плавсредства претензий, на моторное судно нужно иметь судоводительское удостоверение и судовой билет с сертификатом о годности судна к эксплуатации. На лодке должны быть нанесены бортовые номера. Тем не менее, незаконно на воду плавсредства спускают многие. Думали, что все в порядке с документами? Нет, не знали. Мы, честно сказать, не владели вопросом до конца. Я консультировался у своих знакомых. Он просто сказал, что лодка грузоподъемностью до 220 кг ежегодно техосмотр не проходит и обязательно регистрации не подлежит. А непосредственно в ГИМС не звонили, да? Ну, как бы нет. Меры наказания в этом году ужесточились. Статью, по которой недобросовестных судовладельцев привлекали к административной ответственности, разделили на 8 частей. Штрафы выросли в разы. В частности, части 4 и 5, они как раз вот за употребление алкогольных напитков, наркотических средств и тому подобное. Вот. И там штрафы предусмотрены до 50 базовых величин. Цель профилактических мер одна – привить чувство ответственности за эксплуатацию плавсредств. Ведь вода, как и дорога, ошибок не прощает. За прошлый год в Республике Беларусь из-за беспечного отношения к использованию маломерных судов погибли 26 человек. В Гомельской области – 5. Катание на лодке летом – это здорово, это отдых, это свежие ощущения. Но вот все ли помнят о правилах безопасности, Василий Владимирович? Ну, многие люди, конечно, нарушают правила безопасности плавания на судах. Особенно нужно исполнять эти правила, когда катаются вместе со взрослыми дети. Потому что дети – это беспокойные маленькие люди. Поэтому, чтобы они усидели на лодке, на маленькой лодке, их нужно сначала собрать, рассказать. Потому что при движении на маломерном беспалубном судне, при движении во время движения лодки запрещены. То есть нужно, чтобы дети спокойно сидели, подобрать для них жилет. Именно маленький жилет. Потому что жилеты на вырост никогда не покупаются. И дело в том, что жилет, приобретенный на вырост, может оказать худшую роль, то есть услугу, чем маленький жилет. При подборе лучше брать жилет чуть-чуть меньшего размера для ребенка, чем взрослый. А в чем заключается опасность, если жилет больше, чем требует того размера? Дело в том, чтобы проверить, как на ребенке, и не только на ребенке, но на человеке, на взрослом человеке. Ну, мы остановимся сейчас на детях. Жилет. Жилет нужно застегнуть полностью, и потом подсунуть взрослому руки под плечи и приподнять ребенка. Если ребенок приподнимается с жилетом, значит все хорошо. Если жилет сползает до середины лица, закрывает нос, рот, то это сыграет очень злую шутку, потому что в воде тело намокает, и при вытаскивании жилета, ну, то есть ребенка из воды, он может просто выскользнуть и погибнуть. И это будет печально. Это будет печально, да. То есть, поэтому я еще раз повторю, что лучший жилет для ребенка чуть меньше, чем больше. Второе. Детей нужно проинструктировать, если вдруг они оказались в воде, то есть подготовить, как-то рассказать, что мы будем кататься, возможно, мы будем купаться, то есть будем вас тренировать. Им нужно объяснить правила и настроить. Да, правила. Настроить, что если они окажутся в воде, первое, чтобы они не плакали, не хныкали, потому что когда ребенок плачет в воде, хнычит, он может захлебнуться, то есть схлипывая, он вместе может попасть в вода, в легкие, ну, и вызвать тоже печальный исход. Ну, вот смотрите, мне кажется, многие взрослые стараются избежать таких вот моментов и объяснять им, что когда вот ты окажешься в воде, например, вот не плачь, не хнычь, просто жди, просто будь спокойн. Как вот психологически правильно ребенка настроить, что может произойти всякое, и чтобы он не паниковал и не настраивался, что он обязательно окажется в той воде? Ну, я думаю, но не думаю, но скорее всего нужно подготовить к чему, что просто-напросто это игра. Да, мы оказались в воде, да, ты оказался в воде, но мы играем с тобой, мы играем в пиратов, мы играем в подводников или еще в кого-то. Ну, то есть вот в таком плане, чтобы и собрать, еще рассказать, чтобы дети не рвались куда-то к берегу поодиночке или еще что-то, жилет их выдержит, он окажет помощь, чтобы они все были в кучке, особенно, ну, то есть не в кучке, но вместе. Дело в том, что у нас, ну, рыка не очень широкая, но для детей это, конечно, расстояние. Но с детьми же многие выходят на водохранилище, на большие просторы, где ширы, поэтому, чтобы даже если дети, группа детей оказалась в воде, они все должны быть вместе. Во-первых, это легче спасателям, оказать им помощь. Сразу приехали с группой, ну, то есть это самое. Плюс дети, подбадривая друг друга, как-то могут что-то, психологическое воздействие для себя, то есть оказать. Ну, вот в таком вот плане. Трагический случай, который произошел в России, да, в Карелии, когда погибли дети, все мы знаем. И при разбирательстве там оказалось, что дети были во взрослых жилетах. И большинство из них просто выскользнуло, оказавшись в воде, они просто из них выскользнули, и все, и спасти их не удалось. Вот прямой пример. Какие еще правила нужно помнить, находясь на воде? Ведь не только спасательные жилеты должны быть в порядке. Ну, наверное, не только. В первую очередь, это, конечно, спасательные жилеты, да. Во-вторых, разбирая каждый раз, когда мы анализируем любой трагический случай на водоеме, мы разбираемся. И вот, значит, в прошлом году, у нас за весь прошлый год по Гомельской области у нас погибло пять человек. Четыре из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Четыре человека находились в состоянии алкогольного опьянения. На 1 июня текущего года, уже в этом году, четыре человека погибло при эксплуатации маломерных судов. И все четверо были в состоянии алкогольного опьянения. Вот статистика какая. Ну, хочу сказать, В каком бы состоянии человек ни был, если он без спасательного жилета, то он погибнет однозначно. Потому что даже люди без сознания, выпадая из маломерного судна, если спасательным жилетом, они остаются на плаву. Их можно спасти. — Ну, кстати, много примеров было тому, когда тоже управляли в состоянии алкогольного опьянения. Вот одна из трагедий в прошлом году произошла, как раз мы сейчас видим на экране фотографии. Там даже, по-моему, право управления кто-то передал гидроциклам, и вот произошла трагедия. То есть люди должны еще все-таки уметь эксплуатировать маломерные суда, ведь не так ли? — Совершенно верно. Это рогачевские случаи, когда управляли гидроциклом человек, который не имеет права управления моторным маломерным судом свыше 5 лошадиных сил с двигателем. И вот несоблюдение элементарных правил привело к столкновению с катером. И в катере судоводитель, значит, при столкновении, при ударе, он просто вылетел за борт. Он, может быть, и не готовился к этому, понимаете, но он вылетел за борт, от удара потерял сознание, и так как не было на него спасательного жилета, он утонул. Вот и все. — Казалось бы, там большое достаточно озеро, что могло случиться? — Совершенно верно. Места достаточно, абсолютно. Но вот не имея достаточных практических навыков, не смог справиться с управлением, произошло столкновение. И пострадали и раненые были люди, и вот даже те, кто был на гидроцикле, они были все в спасательных жилетах, они от травм полученных потеряли сознание, но все равно остались на плаву. Их спасли. — А жилет, если с собой нет, можно где-то на берегу, в инспекции взять на прокат, так сказать? — Ну, на прокат это, наверное, только в пунктах, там, где дают на прокат маломерные суда, может быть, у них там. — Такие, как катамараны, лодки. — Совершенно верно, да. В всех пунктах проката мы, как бы, всех предупреждаем, что, значит, судовладельцы, они тоже несут ответственность за передачу маломерных судов, которые они дают в аренду. — Что должны и смотреть на физическое состояние людей, имеют ли они право на управление маломерными судами, ну, соответственно, чтобы были спасательные жилеты. — А все ли жилеты одинаковые, на что обращать внимание при приобретении? — Ну, значит, жилеты, они не могут быть все одинаковые, так как для людей... — Ну, цвет-то, наверное, они все одновременно. — Нет, совершенно верно, и цветов они различных, а свойства, они как одежда для человека, для каждого разное. Да, кому-то 46 размер, кому-то 48. Но жилеты рассчитаны на вес. То есть нужно смотреть, на какой вес рассчитан этот жилет спасательный. Если он рассчитан, там, допустим, на 60 килограмм, ну, на человека, который 190 килограмм, да, ну, нет смысла, наверное, его одевать, он ему мало поможет. — Ну, кстати, вот мы уже раз начали говорить о гидроциклистах, о владельцах водных мотоциклов. — Что они должны проходить? Вот от процесса регистрации до получения удостоверения, либо им не обязательно получать права на управление транспортным средством? — Нет. Значит, гидроцикл — такое же моторное маломерное судно, как и лодка с подвесным лодочным мотором. Абсолютно одинаково. Поэтому, в связи с тем, что там мощность больше, двигателя больше 5 лошадиных сил, то обязательно необходимо иметь право на управление моторным маломерным судном. В обязательном порядке. Начинается от регистрации гидроцикла в органах, значит, получение прав управления и прохождение ежегодного технического свидетельствования. — Скажите, а вот все ли на практике соблюдают эти требования и выходят на воду, уже имея судоводительские удостоверения? — Вы знаете, нет, наверное, не все. И об этом говорит та статистика, что за прошлый год мы составили, выявили около 440 административных правонарушений по области. То в начале этого сезона, как вы правильно сказали, со снятия запрета, уже составлено более 160 административных протоколов. Совершенно верно. — Это именно за отсутствие водительских удостоверений? — Не только за отсутствие, в общем. Среди всех этих нарушений есть и отсутствие удостоверений на право управления, и отсутствие регистрации. Это такие серьезные, скажем так, нарушения, за которые штрафы, соответственно, очень большие. При проверке маломерного судна мы требуем, чтобы у судоводителя был с собой судовой билет, где записано маломерное судно, его характеристики какие на это судно, значит, дальше права, права на управление этим маломерным судном. Если, значит, судно зарегистрировано, обязательно на нем должны быть донесены регистрационные номера слева и справа борта. — Я хочу еще раз немножко вернуться к жилетам. Слышала, что если лодка стоит на якоре, то жилет не обязательно одевать. Почему? — Да. Сейчас, значит, в правилах пользования маломерными судами написано, что требование, значит, нахождения в жилете, одетом и застегнутом, только при движении маломерного судна. Если, значит, рыбак, ну, у нас в основном рыбаки, любители, скажем так, выйти где-то на реку, посередине реки, бросить якорь и там ловить рыбу. — Постоять. — Да, постоять. — Им разрешается снять этот жилет спасательный и положить его рядом с собой в лодку, только на якоре. Как только начинают они движение, уже жилет должен быть одет и застегнут. Здесь исключение касается только детей. До 14 лет, независимо, лодка стоит на якоре или она двигается, дети должны быть застегнуты в жилетах, одеты и застегнуты. — Вот мы говорили о владельцах водных мотоциклов, у нас есть сюжет о тех, кто рассекает водную гладь на больших скоростях и не всегда заботится о безопасности. Давайте посмотрим. Река, солнце, пляж и катер. На первый взгляд, кажется, не работа, а отдых. Но на самом деле, каждый день, как на войне. — Чтобы эксплуатировать этот гидроцикл, необходимо иметь его зарегистрировать, раз, и, второе, необходимо иметь судоводительское удостоверение. — Понял, отец родной, все понял, как действует. — А вы как будто не знали про это. — Клянусь, не знал. — Конечно. Проблема купального сезона – нелегальные гидроциклисты. Дорогие скутеры приобретают стремительно, а вот водителями становится неохотно. — Из восьми гидроциклистов только один предоставил все необходимые документы. Остальные говорили, что оставили их в машине, но потом выяснялось, что и в машине их не было. — При себе необходимо иметь судовой билет с сертификатом о прохождении технического свидетельства и судоводительское удостоверение. — Достаточно. Ну и спасательное свидетельство. Распространенное нарушение также отсутствие на маломерном судне номеров. И если владельцы лодок или яхт это требование выполняют охотно, то гидроциклисты ни в какую. — В прошлый раз они были наклеены, вы не помните? Оранжевые такие были. — Ну где они делись? — С минскими этими. — Где они делись? — На мойку свозил. — А вы кто? — Помыл. В инспекции по маломерным судам уверены, меры безопасности не случайны. Каждые купальные сезоны из-за нарушения правил катания на водных мотоциклах и недостаточных навыков вождения гибнут люди. — А человек, который не пошел об очереди, ну сами знаешь, за руль машины сел тоже самое. — А вот трагедия была на Узере Белом. Там человек имел все необходимые документы? — Нет. — Учитывая динамику увеличения количества гидроциклистов, нужно предпринимать соответствующие меры, уверены в инспекции. С этого года такие возможности появились. Согласно законодательству, увеличились штрафы. Разрешена конфискация судов. Может применяться уголовная ответственность. — Василий Владимирович, скажите, а есть ли зоны, где вот можно гидроциклистам, владельцам водных мотоциклов кататься беспрепятственно? Потому что я знаю, что часто вблизи пляжей, вблизи вот таких зон, где купаются люди, это делать запрещено. — Не только на гидроциклах. Вообще на маломерных судах, под моторами, в зоне пляжев категорически запрещено появляться. — Но, как правило, владельцы обычно именно с пляжа и начинаются. — Именно, да. Вот как правило, это главное их нарушение. Когда задерживаешь вот именно гидроциклы за нарушение, и начинаешь разбираться, почему он вот именно катается в этом месте, в районе пляжа. Банальный ответ. Ему надо, чтобы его видели, потому что за поворотом реки там его никто не увидит. Это первое. Значит, поэтому кататься на гидроциклах в зоне пляжа и вообще заходить в зону пляжа, которая отмечена специальными плавучими знаками, категорически запрещено всем маломерным судам. За исключением маломерных судов, которые производят спасательные работы. То есть это свод спасателей, которые работают по охране жизни отдыхающих. Всем остальным в зону пляжа категорически запрещено подходить. Ближе чем 100 метров по постановлению, значит, запрещено даже, когда тянешь на лодке, лыжника, ну, ватрушку или еще что-то. Ближе 100 метров тоже категорически запрещено подходить. Ну, учитывая, что у нас 100 метров, если возьмем наш Гомельский центральный пляж, то это сильно много, поэтому будем исходить из того, что есть. Ну, то есть на самом деле это первое. Второе. То есть теоретически им запрещено кататься по пассажурам? Теоретически, да, но по судовому ходу, ну, там же дальше судовой ход, не только гидроциклы, но и теплоходы ходят. Но для этого существует ограждение вот на пляжах, да, вот водные обыки? Вот на пляжах, да, совершенно верно. Существует ограждение, где зона пляжного предназначена для купания людей. И вот от этой зоны ближе 50 метров нельзя вообще приближаться, а 100 метров тягать эту ватрушку. Вот 50 метров, если мы от этой зоны отмеряем, то мы выйдем на набережную. И получается, что судовладельцы должны по берегу перетаскивать свои лодки, чтобы обойти этот пляж. Ну, мы же все разумные люди, прекрасно понимаем, что пройди ты на самом малом ходу вдоль этой набережной, никто тебя там не будет трогать и никто, как говорится, наказывать не будет. Мы же разумные люди, что это для больших водоемов, каких-то водохранилищ это предусмотрено. Ну, пока так. А где у нас в Гомеле наиболее приспособленные места для катания на водных мотоциклах? Я вам хочу сказать, что вот как мы сейчас обсудили этот вопрос, мы обсудили там, где запрещено, да? А в остальных местах, где специально отведено для этого, у нас таких мест нет. Пожалуйста, гидроциклисты могут... Куда же деваться-то? Да, ну вот они могут кататься, где им нравится. У нас нет таких мест, где именно специально для гидроциклистов есть зоны, где им можно кататься. Ну, может быть, наиболее удобно, с вашей точки зрения, и безопасно? С нашей точки зрения, ну, наверное, за территорией, вот, как называемое, Володькино озеро, там, и в сторону Кленковского моста, там, с правой стороны, небольшой такой затон, там, любителей, в принципе, погонять на гидроциклах очень много. А как работаете с такой категорией нарушителей, можно так сказать? Их же догнать невозможно. Ну, дело в том, что вот они тоже так считают, что их догнать невозможно, да. Напрасно они так считают? Да, они напрасно так считают, потому что ресурс у нас очень большой, мы сейчас очень хорошо взаимодействуем и со сводом, и с органами внутренних дел. Поэтому найти его на берегу, этот гидроцикл, его хозяина, очень легко. Он же не по воздуху прилетел, правильно, на реку? Где-то на машине его привезли, где-то его с прицепом на прицепе, где-то он хранится, стоит на какой-то стоянке. Тут проблем у нас нет найти нарушителей. Где, может, и не догнать, а вот на берегу никуда не денется. Совершенно верно. Ну, и хочу добавить, мы же используем и системы видеосъемки, ну, то есть, опять же, номерные знаки на гидроциклах. Все это, видеофиксация, и установить потом владельца мы сможем. И плюс до того, еще хочу добавить, что ресурс, то есть, по объему топлива у нас на нашем катере чуть-чуть побольше, чем у гидроцикла, поэтому у кого раньше закончится топливо? Мы затрагивали такую тему, как административное правонарушение и ответственность. Вот я знаю, что она ужесточилась, да, особенно против тех, которые употребляют спиртное и садятся за рулю водных транспортных средств. Расскажите об этом. Значит, на сегодняшний момент, если до апреля этого года статья административного кодекса 18.8 «Нарушение правил пользования маломерными судами» была одна, то после апреля она разделена еще на 8 частей. То есть, дополнительная ответственность предусмотрена и судовладельца, и судоводителя, и даже пассажира. То есть, пассажир сейчас тоже несет такую же ответственность за нарушение правил, как и судоводитель, как и судовладелец, которые могут даже не находиться на этом судне. Если пассажир находится на судне, и вот он находится без жилета, его можно привлекать к административной ответственности так же, как и просто судоводитель. А каковы меры наказания сейчас? Значит, за нарушения, они же тоже различные. Вот если за отсутствие спасательного жилета, там, значит, штраф, вернее, от предупреждения санкции статьи до трех базовых величин. Если мы на первоначальном этапе пытались как бы предупредить людей, да, ну, раз люди продолжают тонуть, значит, такая мера, наверное, не действует. Поэтому мы сейчас всех, если кто-то находится без жилета и нарушает эти правила, мы всех штрафуем. Правда, минимально 0,5 базовых величин, да, это 105 тысяч сегодня. Ну, это на первый раз минимально. Это, ну, он, если нарушитель согласен и на месте подписывает, значит, постановление, все, он согласен оплатить штраф, то мы не имеем права выписать ему максимальный штраф. Мы только минимально выписываем 105 тысяч, все. А вот тот вопрос, что вы коснулись за употребление, значит, спиртных напитков и управление, значит, маломерным судом в нетрезвом состоянии, значит, здесь уже предусмотрена ответственность для маломерных судов с мощностью двигателя больше 5 лошадиных сил, которые, вот, нужны права. Здесь ответственность идет от 20 до 50 базовых, плюс лишение прав на 3 года. Вот такая ответственность. Причем одинаково приравнивается, что в нетрезвом состоянии, что отказывается от освидетельствования в установленном законном порядке, и что точно так же, как после остановки по требованию государственной инспекции по малым судам, он потом употребляет спиртные напитки. Вот ответственность здесь одинаковая. В 20 до 50 базах на решение до 3 лет. Такой мир раньше не было, насколько мне известно. Это вот с этого года? Нет, да, это вот с апреля этого года, когда внесены изменения именно в административный кодекс. Скажите, а отсутствие гостехосмотра и прав на управление маломерным судом? Значит, отсутствие права на управление маломерным судом, и здесь санкция статьи 18.8, часть 3, начинается от 5 базовых до 10. А с какой периодичностью гостехосмотра должны проходить лодки с мотором? Значит, если у нас, мы при регистрации, например, новых маломерных судов, мы смотрим по срокам гарантии. Если завод-изготовитель дает гарантию, допустим, на 2 года, на швы, на детали маломерного судна, мы даем обычно техническое свидетельство на 2 года, то есть на срок гарантии. После этого, значит, до 10 лет грибные суда проходят 1 раз в 2 года, техническое свидетельствование, ну а моторные суда ежегодно. Как автомобиль. Ну, практически, да, да. На что обращает внимание госинспектор, когда видит маломерное судно? Вот самое первое. Это номера? Да, наверное, самое первое – это номера. Нанесение на бортах маломерного судна, номерных регистрационных знаков. Второе. Как судоводитель маломерного судна и его пассажиры. Надеты жилеты на них или не надеты. При движении должны быть застегнуты. Потом уже при проверке, дальнейшей проверке мы проверяем. Второе. Наличие документов. Если это до 5 лошадей двигатель или грибное, наличие судового билета. Если это свыше 5 лошадиных сил еще у него двигатель, значит, еще обязательное наличие водительского удостоверения на право управления маломерным судном. Потом оснащение самого маломерного судна. В моторном маломерном судне должно находиться медицинская аптечка, а не тушитель или кошмар. Техническая аптечка. Все это, когда с судоводителями начинаешь проверять, при техосмотре рассказывать, инструктировать. Некоторые с пониманием относятся, а некоторые возмущаются. Зачем мне медицинская аптечка? Ну, объясняешь. Ну, на рыбалку выехал, палец порызал, где-то отъехал. От солнца ударил. От солнца ударил или еще что-то. Техническая аптечка. Ведь это же не требуется какой-то рынкомплект большой. Тоже, опять же, уехал на длительное расстояние. Нужно какую-то, может, что-то с мотором. Может, еще что-то. Свечу поменять или шплинт на винте. Ведь это, опять же, их безопасность. Это безопасность судоводителя. Потому что вода ошибок не прощает никогда. Может сойти. Один, два. Но на третий она догонит специально. Ну, то есть. И в такое время, и в такое место, что не будешь ожидать. Скажите, а те, кто не использует моторы, лодки с веслами, как здесь быть? Тоже нужны номера? Либо не обязательно? Грибные суда. Грибные. Значит, согласно правилам государственной регистрации, маломерные суда грузоподъемностью, в том числе и байдарки, грузоподъемностью до 225 килограмм, они регистрации не подлежат. То есть, если грузоподъемность 225 килограмм и выше, обязательно государственная регистрация. А есть такие народные умельцы, которые сами делают плавсредства и отправляются на воду? Есть такие умельцы, которые делают плавсредства сами. Ну, дело в том, что они же тоже какие-то по грузоподъемности подлежат регистрации, какие-то нет. Мы, значит, высчитываем, есть формула специальная по объему, значит, этого судна, какая у него грузоподъемность, с какого материала он сделан. И, соответственно, определяем, подлежит эта регистрация или нет. На сегодняшний день какое количество маломерных судов уже зарегистрировано в Гомельской области? Значит, сейчас на учете в Гомельской области стоит порядка почти 27 тысяч маломерных судов. Если быть точным, 26 836. Это по всей Гомельской области. А каков темп прироста ежегодно? Значит, темп прироста, я вам хочу сказать, что, например, на Гомельском участке, да, и состоящих на учете более 10 тысяч на Гомельском участке, то за первые вот два квартала уже, практически второй квартал заканчивается, значит, прирост составил более 300 судов. Это вот квартально. Это очень-таки достаточно высокие темпы. Ну что ж, увлечение людям нравится. Пусть с удовольствием ездят, главное, чтобы все было по закону и с правами, с правилами. Главное, чтобы люди не забывали о правилах и о требованиях, которые предъявляются к судоводителям. Уважаемые гости, спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли. Будем надеяться, что максимальное количество телезрителей услышали нас сегодня, все ваши советы, рекомендации, правила, чтобы объяснили. Поэтому спасибо вам за все, желаем вам успехов. И нам хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы поднимаете такие актуальные темы для наших граждан, что можно где-то вот довести через вашу передачу им какие-то правила, какие-то нормы. И разрешите вам преподнести такую книгу, раз мы относимся к министерству по чрезвычайным ситуациям. Вот, пожалуйста, на память. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, очень профессиональная отвага. Очень красивый подарок, я думаю, что он отправится в музей телерадиокомпании. Спасибо большое. Спасибо вам, до свидания. Спасибо вам. Ну а мы напомним, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» были начальника госинспекции по маломирным судам Владимир Светличный и инспектор Василий Губкин. Это программа «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. Не так давно на сцене Гомельского областного драматического театра состоялась премьера спектакля «Ромео и Джульетта». И сегодня в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» художественный руководитель Гомельского областного драмтеатра Сергей Лобутенко. А также актрисы, сыгравшие роль Джульетты, Вера Грицкевич и Мария Ходикова. А также актер Андрей Шетловский, блестяще исполнивший роль Ромео. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Разрешите поздравить вас, хоть с небольшим опозданием, с яркой премьерой. Неожиданное прочтение бессмертного классической пьесы у Елимя Шекспира. Неожиданно. И, конечно, чтобы понять, почему именно таким оказалось режиссерское видение пьесы, хочется узнать подробнее о самом режиссере. Расскажите. Все хорошее происходит случайно. Олег Молитвин, он режиссер из Санкт-Петербурга, он окончил в Петербурге Академию Театра Музыки и Кинематографии. Он ставит достаточно много сейчас в России. Псков, по-моему, он в Новгороде. И вот как-то он написал. Очень молодой режиссер. Очень молодой. Да, он молодой. Ему 28, 29 лет. Мне он показался старше по фотографии. Он написал на сайт нашего театра, что хотел бы посотрудничать с нашим театром, поставить спектакль в Белоруссии. Выслал резюме. Мне очень понравились фотографии. И очень понравились фотографии его спектакля «Золушка». Спектакль в стиле стиляк был сделан. Такие яркие платья вот того времени. Вот эти часы огромные. Там живая группа у него на сцене играла. Потом другой спектакль «Скупой». Думаю, ух ты. Там такая тоже необычная сценография. Ну, сценография, понятно, это дело художника. Но потом, я думаю, ну, они же работают вместе. Значит, чтобы сделать такую сценографию, обсуждали с режиссером. Ну, и он предложил Ромео и Джульетту. Ведь это даже вот не сказка про любовь, не мелодрамы и не трагедия. Что это? Расскажите об этом эксперименте. У нас это называется хроника одной вражды. У Шекспира это трагедия. Ну, вражда, трагедия. Вот замысел Олега был такой, что это время постапокалипсиса. Время такое, что вот не зря он милитаризованный спектакль. Очень много военной атрибутики, вот такие костюмы. Да, вот мы видим по декорациям, да? Да, в принципе-то и по сюжету. У Шекспира вражда. Два клана в городе воюют. Они, ну, руки в крови. Все в крови. И вот два человека, которые над этим всем возвышаются. И погибают-то они из-за того, что они не такие, как все. Они сделали свой выбор. Каждый человек делает свой выбор. И вот, видите, вот сделали свой выбор. Воюют друг с другом. То есть торжество любви все-таки мы, ведь зритель видит в итоге над всем этим тяжелым. Конечно. В этом глубокий смысл всех шекспировских произведений. Что любовь всегда побеждает. Самое главное на свете, на земле, в космосе, в этом бесконечном пространстве – это любовь. Она людей толкает на подвиги. Любовь, она созидательна. И то, что гибнут эти молодые люди, все равно в этом есть созидание. Только любовь двигает всем. И, ну, когда говорят, про что спектакль, который… Я не говорю сейчас об этом, там, про другой спектакль. Говорят, о любви. А зритель говорит, да где там любовь? Вы же там, ну, такая комедия. Такой, ну, вот, извините, ну, такое дураковоляние. О любви. О том, как эти вот люди, которые заняты в этом спектакле, любят друг друга. Как партнеров, как людей, с которыми вместе работают. Персонажи. Ничего без любви не произойдет. Ничего. Красивые дети рождаются от большой любви. Какой хороший подход. Спектакли – это дети. Я абсолютно согласен с вашими словами. Если они делаются с любовью, если в них вкладывается не… Вот должно на первом месте быть желание, любовь и созидание. Не трудовой пот, не трудовые мозоли. Я сейчас говорю образно, да? А тогда он легок. Тогда ты смотришь на это и думаешь, боже, ну, вот они же летают. Катурны существовали в древнегреческом театре, потому что они изображали богов, чтобы чуть-чуть выше актер находился. А ты когда смотришь на сцену и когда ты безоговорочно веришь тем людям, которые рассказывают историю, которые очень близка к тебе, и ты говоришь, господи, со мной же такое происходило. И вот какие-то есть знакомые моменты, и ты смотришь и понимаешь, что они не идут по сцене. Они немножко так в высоте. Ребята, рассказывайте, как парили над сценой. Мария и Вера, две Джульетты играли главную роль. Вера вообще впервые сыграла ее первая роль, вообще не только главная, а самая-самая первая. Первая и сразу главная. То есть тут тоже момент очень важный. Вера, как удалось войти в роль? Расскажите о своих впечатлениях. Ну, где-то очень тяжело, где-то очень легко, получая удовольствие и кайф, находясь на сцене и работая с таким режиссером. Это, наверное, очень важно, чтобы первый режиссер был, скажем так, хорошим режиссером. С которым легко, которого понятно, который... Говорит на одном языке, наверное. Да, скажем так, он близок мне по возрасту, по духу. Мне его понятно. Допустим, вот, если бы ставил какой-нибудь взрослый человек, с которым так разные точки зрения, нет соприкосновений и так далее, так как мы родились в разное время. Всегда проще найти общий язык с тем человеком, который очень близок к тебе. Который мыслит в духе времени. Да. Ну, представление Джульетты, которое было всегда раньше, вот по пьесе Шекспира и та Джульетта, которую пришлось сыграть, она отличается от той, которая раньше? Вы не понимаете, Джульетта, или все-таки есть параллели? Честно скажу, да. Когда где-то за неделю до приезда режиссера просто был разговор, как бы, а что будет, скажем так, ставится. И даже возник такой спор на тему классика или нет, и если нет, то как это принять? И я была ярой сторонницей того, что нет, только классика, если это Шекспир, то это должно быть. Но, мое мнение однозначно поменялось. Скажите, почему тверь Джульетта? Есть производственная необходимость, да? Ну, два исполнителя. Мало ли заболела Джульетта? Да. Ну, на такие роли, вообще-то, не хватает всегда режиссеру времени. Это же надо вывести. Это история такая, вот, это два главных человека, если надо успеть, да? Но тут у режиссера, он пришел и говорит, о нем две. Он приехал 27 марта на день театра. И мы играли концерт, наш театр начинается. И вот он увидел все, и увидел этот концерт, и потом мне, говорит, вызови двоих. Говорит, вот, понимаешь, вот, вот, это как в женисьбе Гоголя, если бы губы Ивана Александровича приставить к носу, да? Он говорит, я не могу выбрать. Он побеседовал с Машенькой, с Верой побеседовал. Потом пришел, говорит, нет, оставлю двоих. И вот, как бы, говорит, я понимаю, что я буду не успевать, не это, ну, в любом случае, это хорошо, получилось два спектакля разных. Две разные Джульетты. А какого Фромео в спектакле? Машу уже не спросили. Да, да. Вы сама же все ответили. Впечатления, нет, ну, свое ощущение тоже, я уже немножко поделилась. Ваши впечатления вообще от игры? Действительно, я с Верой соглашусь, было очень сложно, ну, для меня это роль, потому что мирового масштаба, можно сказать. И, ну, над ней работать было очень тяжело. Там, во-первых, Джульетта другая, не такая, как мы привыкли видеть. Там очень такая сильная девушка в этом мире войны, ну, нужно быть сильной. Вот. Во-вторых, тут, опять-таки, у нас немаленькая девочка. То есть она не 14 лет, да, как в Шекспире. У Шекспира, да. У нас постарше. Вот. И, ну, я думаю, мы справились. Сергей Феликсович, справились? Да, я просто хочу сказать, сейчас вспомнил, Машенька-то уже сыграла одну Джульетту, Джулию. Год назад у нас состоялась премьера спектакля «Альпийская баллада» Масля Быкова. История-то тоже итальянской девушки Джулии и белорусского парня Ивана. И вот тут Джульетта, и тоже итальянка. То есть Маша вот к этой роли. Я сейчас даже не знаю, что дальше будет. Что-то вот итальянское. Ну, а было что-то общее? Либо все-таки это разные типажи? Вот та Джульетта, та Джулия и та Джульетта. Это абсолютно разные. Абсолютно разные девушки. Разное мировосприятие. Разный характер. То есть все разное. Я тоже думала, что, ну, как бы Италия одинаковая. Ну, то есть язык, менталитет, темперамент. Да, все то же самое. Но все-таки абсолютно два разных человека. И вот было вот для меня интересно очень сделать вот вроде бы итальянки две, но их разными сделать. Это было интересно работать над этим. Какая у вас работа интересная прелесть. Андрей, ну давайте поговорим о роли Ромео. Давайте. Каким предстал Ромео в этом спектакле? Мне понравилось, что режиссер ушел от возраста. Он сделан старше. И ушел от... Я очень боялся, когда было распределение, и я узнал, что я буду играть в Ромео, что это вот такой плаксивый, ранимый мальчик, от которого мы привыкли видеть его во всех интерпретациях. Да, такое вот что-то все. Мне это немножко, наверное, было чуждо. И я это очень боялся. Как я с этим справлюсь? Но режиссер сумел как-то совместить. У нас получился такой Ромео. Он и мужчина, но и с чувствами. То есть он живет в эпоху вот этой войны, предложенной режиссером. Общается с этими людьми. То есть тот, кто может взять в руки меч, постоять за себя, за свою честь, за свою семью. Но и при этом у него есть чувство, в отличие от других, он не очерствел. Вот то, о чем говорил Сергей Феликсович. Вот эти вот два белых голубя среди всех ворон, вот в этой вражде. Вот это Ромео и Джульетта, да, которые взвышаются. И вот режиссер как-то влил в меня вот эти две стороны. То есть вот этот мужчина, у которого есть и слезы, и чувства, и при этом есть какая-то сила духа, честь. На сцене плакали? Плакал. Я всегда удивляюсь, как это актеры выдавливают из себя слезы. Это настолько надо погружаться эмоционально в характер героя? Или это может так происходить? Это вера в предлагаемые обстоятельства. Да, была даже такая комедийная ситуация на премьере. Я так расплакался, и когда я умер, я продолжал плакать. Я лежал мертвый. Плачущий покрыт. Смея, да, и текли слезы, меня немножко дергало. Я уже, скорее, скорее, Джульетта, отравись, накрой меня своим темам, чтобы зритель не видел, потому что я не мог успокоиться. Ну вот. Очень здорово. Необычный спектакль. Действительно, и костюмы, и декорации. Декорации тоже невероятные. Ольга Горячева, наверное, художник-декоратор постаралась, да? Художник-постановщик, она тоже достаточно молодая девушка. Но уже, а вот мы работали над подстановкой Ромео Джульетта, и буквально вот за несколько дней до премьеры забегает Оля и такая, радостно что-то кричит. Я, я, я говорю, что случилось? Я говорю, что «Новосибирский транзит», это второй театральный фестиваль после «Золотой маски», она взяла гран-при за лучшую сценографию. Здорово. В каком спектакле? Тут не берется один спектакль. Нет, один спектакль, он участвовал в фестивале «Игроки Гоголя». Молодец, молодая, но тоже талантливая. Она, да, она молодая, амбициозная очень. Вот, понимаете, сейчас другое время. Они мыслят иначе, не так медленно, как... Понимаете, вот хороший театр, он тоже хороший, когда сел артист в кресло и поставленным голосом стал долго рассказывать историю. Понятно. Я готов это послушать, но... А молодежь, даже дети, вот по сказкам это понятно. Вот маленькому ребенку сейчас долго не надо рассказывать, что жила-была бабушка, и у нее было семеро козля. Это надо показать, картинка должна меняться. И вот за этой быстротой-быстротой, сейчас клиповое мышление, вот за этими клипами-клипами, когда возникает маленькая пауза, и в этой маленькой паузе вдруг проявляется настоящее человеческое чувство, которое окружает нас всех. И всегда бывает, мы бежим, 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 потом раз... Вот даже не знаешь человека, а вот что-то, вот от него чем-то повеяло. А в нашей профессии, в актерской профессии, я не знаю, да я уверен, что и у ребят такая же история, должно постоянно присутствовать чувство влюбленности. Вот если ты не любишь, ну, ни одна роль не получится. Стричка-боровичка ты будешь играть, или Ромео, да? Обязательно должно быть чувство влюбленности. Я думаю, у ребят получились работы, и у Веры получилось. Это действительно большая удача для любого актера. Первая роль. Первая роль, и вот такая. Но в это не верят. Это когда говорят, ну-ка, дай руку сейчас погадаю, будешь актрисой, и первая твоя роль будет Джульетта. Или Офелия. Хочется верить, да? А тут сбылось. Приходит актер, и все понимает. Верия по вере дается. Верия по вере. Это не случайно. Ничего в жизни нашей случайно не происходит. Мы оказываемся в какое-то определенное время, в каком-то определенном месте. Вот приехал режиссер, другой бы сказал, ну, кто там, кого? Я говорю, нет, ребята, вы смотрите. Ну, как я вам буду рассказывать, как вы будете подбирать краски для полотна? Приехал художник, я говорю, напиши мне картину. Только вот есть зеленый и синий цвет, другого нет. А вот же, это я там забор буду красить. А здесь он выбирает сам. Это здорово, что вот он выбрал веру и поверил в нее. Здорово, что Машенька сыграла эту роль. Все могло бы быть и иначе. Ну, вот сейчас повезло им. В следующий раз повезет обязательно всем остальным тоже. Талантливый, конечно, нет сомнений. Уже, учитывая даже другие работы, вы рассказывали о том, что Андрей уже попробовал себя даже как режиссер. Да. Сказка. Расскажите об этой работе. Очень интересно, что уже режиссерские способности выявили в вас. Было очень интересно. Я ставил сказку детскую, которую написал сам. Ого, даже сам написал. Да, так получилось. Ну, как бы мы с Сергеем Феликсовичем искали сказку, которую я должен был поставить. И что-то во всех сказках мне чего-то не хватало, чего-то не нравилось. Вот. У меня просто двое деток, две дочки. И я как-то со старшей вот прям вот списал такую социальную проблему наших детей. Это вот современные гаджеты, отказ от игрушек, залипание в мультики, в компьютеры. Вот. И получилась такая сказка «Страна брошенных игрушек». Смысл в ней, что девочке дарят. Она нормальная девочка, у нее много игрушек, у нее прекрасное детство. Но после того, как ей купили компьютер, она забросила свои игрушки, и игрушки обиделись и ушли. После чего она все осознала, пошла их искать, проходила через всякие препятствия. В общем, доказала, что она их любит, они к ней вернулись, и все счастливы. Да хорошо, действительно, но такое, наверное, не нашли бы. Это современное, это вот проблема современности. Да, да, да. Ну, это опять же, наверное, вернемся к Крамову Джульетти, вернусь, что вот эта современность, она, да, она нужна. То есть детям на самом деле, им, когда ты показываешь про принцессу и, там, не знаю, Иванушку, царя, еще чего-то, они смотрят. Но когда-то все такое классическое, современные дети, это все... А когда это все быстро, клиповое мышление, когда это, они видят себя, когда они понимают, что, а, да, точно, я вот вчера играла за компьютером, а вот мой мишка там в углу валялся. То есть это больше цепляет. Дети как реагировали на сказку? Хорошо. Хорошо? Хорошо, очень хорошо. Вашим детям понравилось? Моя дочка говорит, что это ее любимая сказка в театре. Не знаю, стипит или нет. С автором. Они вместе, я... Она реально прототип. Она приходит, я говорю, вот наш юный драматург пришел в театр. Да. Отлично. Машенька, расскажите, как вы заставили плакать черниговского, по-моему, зрителя, да? Да. Сергей Феликсович? Да, я рассказывал. Расскажите, что за роль, тоже главная роль. Славянская встреча в Чернигове. Это альпийская баллада мы играли. Сергей Феликсович, ну она называется «Он, она война». Он, да, «Он, я на война», да. Вот, ну... Я не знаю, заставила, наверное. Подходили и говорили, что да, очень тронула. Ну, я не знаю, как это получилось. Просто, опять-таки, вот повторюсь за Андреем, что это вера в предлагаемые обстоятельства. Ты просто бросаешься в эту ситуацию и веришь, что это с тобой происходит, что это не кто-то другой, это ты. Это война вокруг тебя, это вот смерть вокруг тебя, это страх, взрывы, убийства. Вот это вот всё. И когда ты веришь непосредственно, это всё передаётся и в зал. Вот эта вот энергетика, вот эта вот вера, оно всё передаётся в зал. И зритель тоже начинает верить тебе, что это не кто-то другой, а ты, именно ты. Не здесь и сейчас представить, да, не сыграть. А вот процесс выхода из этого состояния, он происходит, как только спектакль заканчивается? Либо можно даже домой прийти, и ты себя ощущаешь, опять же, на войне. Ну да, есть ещё, ну у меня, допустим, я не знаю, как у других актёров, но у меня остаётся некий шлейф такой, что я ещё не совсем, бывает, осознаю, что закончился спектакль, и у меня ещё такое вот куматозное такое... Ещё с акцентом разговариваешь, ещё дальше идёшь домой, ещё с издалевским акцентом разговариваешь. Да, и пою песню ещё. Да, да. Как российские мэтры оценили работу в этом спектакле? Украинские. Украинские. Украинские, да. Ну, я скажу, я был и в зале, и за кулисами. Это вот звенящая тишина. Я потом, когда выходил, нам вручали диплом, я просто, я даже сказал, что я вот сейчас не вижу, говорю, ваших лиц, но я чувствую вот блеск ваших глаз и тепло ваших сердец. На сцене действительно вызвало, ну, потрясение большое. Потому что вот актёры, которые вели церемонию там на фестивале, они плакали. Художественный руководитель за кулисами тоже стоял, слёзы вытирал. Знаете, обычно суета фестиваля и руководство, там, директор, там, то надо что-то, а тут все застыли, и никто не ушёл из зал. И я вышел, говорит, ну, надо что-то сказать. А я стою, у меня тоже комок горло подкатил. Я на ребят смотрю, и они так, да мы не виноваты. Вот нет такого чувством исполненного долга, где мои цветы, да? А вот такая в тишине, тишина, пауза, потом аплодисменты, и не такие браво-браво, да? А вот действительно, спектакль заставил подумать людей, которые пришли на него, увидеть каждый что-то своё. А если он тронул, когда зритель в зале плачет, это дорого, это дороже, там, слёз актёра на сцене. Вообще, по идее, плакать должны в зале, и смеяться в зале должны. И когда ты садишься в удобное кресло, когда мягко гаснет свет, ты готовишься к какому-то чуду. Всегда, когда открывается этот мягкий занавес, не спеша, начинает играть музыка. И садишься, и ждёшь чуда. Ждёшь чуда, как ты ждал его в детстве, когда ты под Новый год залезал под ёлочку. И ты знал, что будет чудо. Ты понимал, что, конечно, так. Иди-ка, выйди туда, вон, иди, посмотри, что там в окошке снег идёт или нет. А ты всё равно относился к этому как к чуду. И человек всегда остаётся ребёнком. В хорошем смысле этого слова, что он всегда верит в чудо. Он всегда надеется на то, что оно произойдёт. А в театре это чудо, вот, открылся занавес, и оно уже начинает происходить. И так, ну ладно, ну что-то мне вот не нравится, вот, трактовка режиссёрская. А потом ты про это начинаешь забывать. И просто смотришь, и говорит, действительно. Вот каждый своё. Кто-то сидит и говорит, как он столько текста запоминает? Ну, не знаю, кошмар, слушай. Ух ты, куда полез-то? А там что, лестница есть? И всё равно это чудо. А кто-то открыл глаза, смотрит и говорит, да, вот так. А кто-то посмотревший, молодой парень с девушкой, этот спектакль, допустим, Ромео Джульетта или другой. Нынешняя молодёжь у нас такая, наушники там, нам-дам-дам-дам. А он уже совершил поступок, он пришёл с девушкой в театр, посмотрел спектакль, вышел, купил букет цветов и подарил ей. И она так, ты что? И пауза. И мы-то всё равно, нас Господь создал нормальными людьми. Мы навешали на себя ярлыков, мы тащим на себе рюкзак ненужных вещей. А приходишь в театр, открывается занавес, и ты понимаешь, что тебе половина вот того, что там есть, не надо. Существуют простые и понятные слова. Я тебя люблю. Я хочу с тобой слышать пение птиц. Я хочу с тобой видеть рассветы и закаты. И тогда выплёвывается жвачка, достаются из ушей наушники, наверное, откладываются в сторону планшет или айфон, смартфон. И люди начинают смотреть друг другу в глаза. Ничего в человеке, в человеке, мы меняемся, да, мы взрослеем, мудреем. Но глаза остаются такими же, какими нам Господь дал их при рождении. Когда человек смотрит друг другу в глаза, тогда не надо слов. Там возникает огромная связь. И мне кажется, что театр помогает установить между людьми вот такую связь. Уважаемые гости, мы желаем, чтобы в вашем театре никогда не прекращались чудеса. Всего вам самого хорошего. Спасибо за ваше творчество и успехов вам в ваших делах. Спасибо. До свидания. Уважаемые телезрители, если верить в Альтер, то театр получает больше, нежели это может сделать толстая книга. Нам остается добавить только одно – ходите в театр. Доброго вам вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова